Большинство людей думают, что для выращивания такой замечательной кукурузы, как эта, нужно вносить много-много синтетического азота и фосфатов. На самом деле это миф. Это то, что я называю мифом об азоте, и сегодня мы собираемся его разрушить. Это было потрясающе. Это не миф, что кукурузе нужно много азота и фосфора, чтобы вырасти такой большой и зеленый. Миф заключается в том, что ее нужно вносить в больших количествах. Посмотри на этот полный тест на переваривание почвы, который мы провели в лаборатории регенерации. Этот тест показывает, что в поле, где мы сейчас находимся, избыток почвы превышает 3 фунта. Однако есть одна проблема. Эти растения кукурузы не могут самостоятельно усваивать азот, который просто накапливается на наших полях, потому что этот азот находится в форме органического вещества. Азот. Чтобы растение могло усваивать органический азот, ему нужны грибы и бактерии, которые доставляют азот в растения и преобразуют его в форму, пригодную для усвоения растениям. А если вы годами занимались обычной обработкой почвы, то уничтожили грибок и бактерии, которые необходимы растению для усвоения азота. Мы убедились в этом на собственном опыте, и именно поэтому мы перешли на регенеративное земледелие без обработки почвы. Но даже при использовании без обработки почвы и покровных культур требуется некоторое время, чтобы вернуть эти грибки и бактерии. Итак, мы кое-что сделали, чтобы быстрее получить доступ к этим грибкам и бактериям. Чтобы получить доступ к азоту, мы создали наши собственные грибы и бактерии с помощью процесса компостирования, который называется компостирование Джонсона-Сиу. Теперь смотри, чтобы компост Джонсона-Сиу не перепутали с удобрением. Это не удобрение. Компост Джонсона-Сиу – это компост с преобладанием грибов, который вы готовите, помещая его в эти контейнеры. Вы берете сухой материал, смачиваете его, и кладете в эти контейнеры, поливаете один раз в день в течение года, и через год получается потрясающий компост с преобладанием грибов. Для вашего урожая. Чтобы этот компост попал в ваш организм, вам нужно сделать вытяжку. Поэтому мы готовим компостную вытяжку с помощью экстрактора Bio5. Так вот, эта машина работает, когда вы наполняете ее водой. Затем включаете воздушные насосы и высыпаете компост в центр машины. А затем вы даете компосту настояться и пропускаете через него воздух, который расщепляет компост и отделяет грибок и бактерии, в нем надобавьте воду. А затем, как только у вас получится жидкий экстракт, приготовленный за 20 минут, вы можете наносить его в борозду. Таким образом, мы можем произвести 500 галлонов за 20 минут и обработать нашу кукурузу в бороздах по 8 галлонов на акру. Именно это мы и делаем для нашей кукурузы. За нашу пшеницу, за наш майло и за наши покровные культуры. Мы готовим экстракт и обрабатываем семена. Это действительно очень эффективно, потому что мы можем использовать 35 фунтов компоста, и получится 70 галлонов экстракта. И с помощью этих 70 галлонов экстракта мы можем обработать семена. 500 бушелей пшеницы, и эти 500 бушелей пшеницы позволят нам обработать более 500 акров земли, которые мы сейчас бороздим. Так что это действительно эффективный способ ввести этот экстракт в ваш организм. Когда мы взяли анализ ДНК этого компоста, он показал, что в нем содержится 670 видов бактерий и грибков. 83% из них обеспечивают растения неорганическим азотом. 49% из них обеспечивают растения фосфором. 49% из них обеспечивают растения калием. Каждый отдельный микроэлемент, в котором нуждается растение, содержится в определенном проценте бактерий и грибков, которые делают эти микроэлементы доступными для усвоения растениям. Таким образом мы можем выращивать эту удивительную кукурузу без фосфора и с небольшим количеством азота. На самом деле на эту грядку, которую вы видите здесь, мы внесли всего 50 фунтов азота. Вот на эту тест-полоску, которую вы видите здесь, мы нанесли всего 75 фунтов азота. На этой стороне 50 фунтов азота, на этой стороне азота нет, а это тест-полоски, чтобы показать, как у нас идут дела. Но да, в 50 фунтах азота нет. Что меня поражает, так это то, что не имеет значения, где мы применили 100 фунтов азота, 75 фунтов азота, 50 фунтов азота или вообще без азота. Кукуруза везде выглядит потрясающе. Вот как выглядит экономия для нас. На наших орошаемых приусадебных участках мы обычно вносим около 200 фунтов азота в год, чтобы получить урожайность в 200 с лишним буш или кукурузы. Теперь мы вернулись к 100 фунтам на всех наших гектарах, за исключением тест-полосок. На нашей сухой земле мы обычно вносим 100 фунтов азота, а на нашей милоской земле мы обычно вносим 80 фунтов азота, а на нашей милоской земле мы обычно вносим 40 фунтов азота. В этом году мы сэкономили 173 доллара с нулевым результатом. Посчитай сам. Сколько денег ты сэкономил бы, если бы вдвое сократил расходы на азот? Самое замечательное в том, что мы сэкономили 173 доллара без учета затрат, заключается в том, что эта цифра даже не включает сумму, которую мы сэкономили в фаз. На самом деле мы полностью исключили фаз из нашей деятельности, и ты тоже можешь это сделать. Мы объясним это в следующем видео, которое называется «Проблема с фосфором». Я знаю, что ты задаешь себе этот вопрос. Почему я раньше об этом не слышал? Причина в том, что мы совершили так много удивительных открытий в области биологии бактерий и грибов, а также в том, как они взаимодействуют с растениями. Итак, в примечаниях к сегодняшнему видео, я собираюсь поделиться с тобой видеороликами профессоров и ученых на YouTube. Ученые, за которыми я наблюдал, действительно научились многим из этих вещей. И поэтому я хочу, чтобы ты смог посмотреть эти видео о том, что сделал доктор Джеймс Уайт, что сделал доктор Дэвид Джонсон, который создал биореактор, который мы создали, со своей удивительной женой Вейчин Су Джонсон, доктором Тоби Кирсом из Амстердама и доктор Кристина Джонс. Все эти профессора и ученые действительно помогли мне на этом пути, и я смог делать некоторые вещи, которые мы делаем на нашей ферме. И я действительно рекомендую тебе посмотреть некоторые из этих видеороликов на YouTube, которые я помещаю в примечаниях, чтобы помочь тебе расширить свои знания о том, что происходит в твоих почвах, и избавиться от мифа об азоте. Потому что в разговоре с доктором Джонсоном и его женой, они сказали, что большинство лучших результатов, которые они получают, это сокращение количества азота до 15% от того, что вы использовали, и отсутствие применения фаз. И как я уже сказал, мы поговорим о ФОСе в следующем видео. Если ты хочешь узнать больше о том, как выращивать компост Джонсона Сеу, мы расскажем об этом в этом видео прямо здесь. И если ты хочешь увидеть, каковы были наши результаты в прошлом году, и как мы вырастили 200 бушелей кукурузы без использования азота и фосфора, то это видео будет прямо здесь. Спасибо, что посмотрел. Спасибо.